всех приветствую с вами я ваш веган христолюб у нас с вами сегодня очень давно ожидаемое видео очень часто не веганы убийцы труппажоры ссылаются на это место из библии в частности из книги деяния апостолов так мы просто деянию называет или деяния апостолов или деяния святых апостолов это у нас с вами 10 глава это то место где апостолу петро одному из учеников иисуса христа видение являются животные которых он якобы может заколоть и есть и ссылаясь на это место убийцы труппажора считают что они имеют право теперь несмотря на созданный некогда богом веганский мир творить беззаконие убивая животных пожирая их трупы сегодня мы с вами этот момент разберем у меня есть отдельная страничка на сайте христолюбру или веган христолюб.ру можно по-русски набирать веган христолюб рф просто христолюб рф я так назвал веган по библии вы помните мы там я уже с вами мы целый цикл видео посмотрели вы я записал его когда-то это ведь по ветхому зовет все что касается по евангелию и вот мы с вами добрались до так называемых апостол обычно говорят до апостолов и в частности первую книгу который мы разбираем эта книга ну в принципе апостол до книги апостол состоят из двух вариантов это деяние дела и послание то есть письма апостол в книге деяния апостолов но у меня вот есть на этой страничке в принципе содержание такое тогда оглавленец и сделал вот нас принципе с вами по деяниям апостол будет сколько раз два три 4 5 6 видео это вот видение петру 10 глава собор апостолов иерусалим 15 глава павел о чистой нечистой пищи павел о жертвенной пищи павел о запрете богоугодной пищи в последние времена и павел о любви такие я решил видео сделать принципе все эти места которые там есть мы с вами разберем ну а прежде чем с вами мы конкретно узко будем немножко мусолить это место где петру сказано прежде всего я всегда вам говорю об этом что ни в коем случае нельзя вырывать стихи из контекста из контекста не просто там какого-то предложения не просто какого-то абзаца даже не просто какой-то эпизода какого-то в библии описанного а вообще из контекста чего и не то что библии даже сей а из контекста истины потому что библия не равно истина бог равно истины истина равно любовь равно свобода равно вечная жизнь да но библия не равно истина библия это книга книги если хотите правильный перевод собрание книг сборник книг библиотека в которой из книги которые описывают нам видение человеческой истории самыми человеками от начала создания мира ну и до очередного создания мира новой земли и новое небо когда человечество этот мир уничтожит до земля и все дела на ней сгорят вы помните поэтому конечно же когда мы с вами читаем какие-то места эпизоды эпизоды из библии я для вас читали комментирую мы это делаем в контексте чего не то что даже всей библии в контексте истины а истинным только что озвучил в чем состоит в том что бог его бытие все мы с вами люди животные природа растительный мир бессмертный вечный мы с вами свободно избирать между добром и злом и избирая добро любовь что обретаем полноту счастья поэтому истинно есть любовь только любя и будучи любимым можно быть счастливым это есть царство небесной любви или рай в котором мы должны были развиваться но для вас я всегда беру очень объемные вещи поэтому несмотря на то что я все это сказал и на этому можно было остановиться что-то мне сегодня с горлом мы с вами зачитаем это все десятую главу все глава это посвящено надо сказать вот именно видите я не читаю все равно стараюсь вам целые из помимо того что мы не просто читаем где петру сказано закали и ешь да мы с вами я вам сразу обрисовываю не то что обрисовываем и зачитаем целую десятую главу но даже ее я вам обрисовывают как я говорю как я вам говорю видите про контексты сам в себе даю пример как эти контексты надо воспринимать то есть это эпизод из библии из книги дела ну или деяния как ее по-древнему называют русское слово сейчас понятно просто дела жизнь если хотите дела апостолов то есть это те события которые происходили с кем с учениками иисуса христа после его жизни убийство его его воскресенье вознесения и потом ученики его так называемые христиане пошли истину в том варианте как они ее понимали на самом деле проповедовать по всему свету вот чем они занимались кто такой петр один из учеников иисуса христа насколько он был духовный и познавший истину это судить каждому из вас и это очевидно из тех из тех текстов которые мы читаем петр был недалек в познании истины сегодня мы с вами в этом убедимся я понимаю уху религиозник это просто режет по живому до все его слуховые аппараты ну это так вы конечно можете от отрицать и до притянуть все эти места к своим беззаконием до оставаться то есть такими беззаконниками я об этом чуть позже скажу что конечно же огромная ошибка да ладно скажу сейчас да потом повторюсь что огромнейшая ошибка возвести жизнь и слова которые нам в посланиях их письма лет книги деяния там что же есть диалоги монологи возвести эту жизнь и учениях в святость в авторитет однозначный причем стопроцентную святость в то черно-белое бытие о котором очень любят особенно протестанты проповедовать что-либо святой либо грешник это не так да они что-то познали они от и много открылась далеко не все они точно так же заблуждались ошибались они точно также шли к познанию истины петр был далек от совершенства мы не знаем в каком состоянии он ушел до на тот свет но мы видим его путь я напомню вам чтобы так до этого места до десятой главы добраться напомню вам конец евангелия ну никак это скажем о чем заканчивалась в принципе общение христа со своими учениками на прощальном ужине он им рассказывает опять о любви о вечности о свободе обо всем он это говорит его петр понимает нет не понимает когда иисус он говорит там образами о мече как о слове божьем да о том что вы будете людей поражать вот этой вот словом любви о вечности о свободе что ему петр говорит в ответ вот здесь два меча когда пойдем революцию творить всем головы рубить иисус что на это ответил ему ничего он сказал ладно я все понял до вас не достучаться это я уж конечно так развиваю немножко вы из христа которые мысли христа потому что словами ничего не сказал евангелий на нам написано что они встали иисус сказал встаньте пойдем отсюда и они встали и вышли так закончился их прощальный ужин можно сказать ну потом они еще беседовали по дороге пока шли в гефсиманском саду вы помните была молитва его общение с учениками вот с теми же самыми непонимаемыми петром и так далее но очень важно помнить на чем закончился так скажем прощальный ужин до петр абсолютно не понимает христа это того христа который три года их учил любить ближнего поступать с другим так как ты хочешь поступать чтобы поступали с тобой в этом весь закон бытия благо бытия счастливой жизни в этом весь закон и пророки там мы сеевы и которого который сам был недалеким и понимали вот точно также недалеко до еще больше извращали понял они это ничего они не поняли более того когда после этой молитвы в гефсиманском саду христа приходят арестовывать что делает петр достает меч и начинает рубить всем пытаться рубить всем голову защищая христа и не получивший отрубить голову одному из полицаев отрубает ухо ну тот или уворачивается как сказать скользь меч проходит отрубает ухо иисус петру что сказал вставь свой меч туда откуда ты его достал и исцелил этого полица и обратно приклеив ему это ухо своей божественной силой понимал петр иисуса нет не понимал пока иисус прямо не прикажет что-нибудь не запретит они так ничего не понимали я всегда напоминаю случай что буквально за несколько дней ну там принципе по евангели понятно за неделю до ареста иисуса христа то есть опять самые последние события иоанн с иаковым да когда их там по дороге в юрусалим когда-нибудь в последний раз идут их не приняли там в неком селении то они молились ну иисус или что сейчас они помолятся и тут огонь с неба снизойдет и весь город просто истребит со всеми животными со всем живым что там есть ну сказал не знаете какого вы духа написано и запретил им делать это вот уровень учеников очень важно понимать ведь какое вам предисловие прежде чем читать это место сколько над всего понять и это понять то не сложно было бы желание просто все это почитать и разобраться вот он уровень и что такое 10 глава книги деяний несмотря на то что иисус их любил проповедовал и учил любить всех они все равно ходят только по иудеям и проповедуют евреям до евангелие христового евангелие царства небесного 10 глава это переломный момент когда бог петру до показывает что люди то все одинаково не так ничего от иисуса и не поняли и сейчас мы с вами этот момент будем зачитывать бог петру на примере там закона моисеева связанного там с убийством животных показывает что у бога нет ничего нечистого показывает бог открывается человеку не нарушая его свободу не ломай его до его волю его ум до на том уровне какому сейчас есть его сердце там каменное да и железное и ледяное бог человек учит так как он способен учиться на сегодня бог величайший до родители отец и мать для нас который величайший учитель который нас учит так как мы способны сегодня его понять и открывается человек только в тех образов которых он сегодня его способен понять ну или завтра поймет да это очень важно понимать и 10 глава это такой переломный момент когда евангелие христова любви свободе и вечной жизни уходит дальше еврейского народа до распростирается по всему миру и это очень важный момент очень важно понимать я в общем то знаете почему такие конечно кому то может быть кто уже разобрался давно меня смотрит может быть и скучновато такие ролики и тяжеловато смотреть и длинные времени охотцую тратить вы знаете особенно проповеду о веганстве хоть эти ролики прежде всего предназначены религиозным людям христианам в частности так называемым но их смотрят и веганы и возможно такие вот то что я все это рассказываю кого-то заинтересует потому что веганов тоже огромная проблема у них проблемы беда с любви к людям с принятием вечности свободы да тоже они любители там по проповедуешь надо палка чуть ли тут не всех веганство загнать там законы под придумать так что надеюсь что и веганы обратятся к истине и познает ее читает то же самое евангелие они ничего не потеряет то приобретут от этого ну а давайте теперь прочтем десятую главу я нами прочту ее давайте я библию знаю близко к тексту или дословно как я выражаюсь да давайте я что вас просто общая картина сложилась кто это может быть никогда не читал или читал а потом я уже покомментирую в принципе вы знаете тут мысль-то одна очень простая и мы с вами сейчас увидим и поэтому я хочу чтобы у вас не прерывалась как воображение все это явилось и как кинофильм прокрутилась мы с вами переходим поэтому вниз с моей страницы веган по библии конкретно непосредственно книги деяния апостолов 10 главе и происходило это ну давайте я вам зачитаю и потом еще раз поговорим в кесарии был некоторый муж мужчина именем корнили сотник из полка называемый италийским благочестивый и боящийся бога со всем домом своим творивший много милостыни народу и всегда молившийся богу он в видении ясно видел около девятого часа дня ангела божия который вошел к нему и сказал ему корнилий он же сказал взглянув на него испугавшись он же взглянув на него испугавшись сказал что господи ангел отвечал ему молитвы твои и милостыни твои пришли на память пред богом и так пошли людей в иопию и призови симона называемого петром он гостит у некого симона кожевника который которого дом находится при море он скажет тебе слова которыми спасешься ты и весь дом твой когда ангел говори говоривший с корнили с корнилим отошел то он призвав двоих из своих слух и благочестивого воина из находившихся при нем и рассказав им все послал их в иопию на другой день когда они шли и приближались городу петр около шестого часа взошел наверх дома помолиться и почувствовал он голод и хотел есть между тем как приготовляли он пришел выступление и видит отверстие небо исходящий к нему некоторый сосуд как бы большое полотно привязанное за четыре угла и пускаемой на землю в нем находились и всякие честно четвероногие земные звери присмыкающиеся и птицы небесные и был голос к нему встань петр заколи и ешь вот это место на которое ссылаются не веганы в основном из религиозной конечно же среды потому что знает эти места что петру якобы давайте еще раз я своими словами давайте лан как обещал все-таки зачитаю а потом мы пройдемся уже да посначала прямой текст чтобы ни у кого не было сомнений что мы что-то извращаем вырываем ну и потом поговорим уже но петр сказал нет господи я никогда не ел ничего скверного или нечистого тогда в другой раз был голос к нему что бог очистил того ты не почитай нечистым это было трижды и сосуд опять поднялся на небо когда же петр не удубивал в себе чтобы значило видение которое он видел вот мужи постной корнилием расспросив о доме симона аст остановились у ворот и крикнув спросили здесь ли симон называемый петром между тем как петр размышляла о видении дух сказал ему вот три человека ищут тебя встань сойди и иди с ним немало не сомневаясь ибо я послал их петр сойдя к людям прислан к нему от корнилия сказал я тот которого вы ищете за каким делом пришли вы они же сказали корнилий сотник муж добродетельный и боящийся бога одобряемый всем народом иудейским получила цветово ангела повеление призвать тебя в дом свой и по случаю послушать речей твоих тогда петр пригласив их угостил а на другой день став пошел с ними и некоторые из братьев иопийских пошли с ним в следующий день пришли они в кесарию корнилий же ожидал их созвав родственников своих и близких друзей когда петр входил корнилий встретил его и поклонился пав к ногам его петр же поднял его говоря встань я такой же человек и беседуя с ним вошел в дом и нашел многих собравшихся и сказала вы знаете что иудею иудею возбранено сообщаться или сближаться с наплеменником но мне бог открыл чтобы я не почитал ни одного человека скверным или нечистым потому я будучи позван и пришел беспрекословно и так спрашиваю для какого дела вы призвали меня корнилий сказал четвертого дня и постился до теперешнего часа и в девятом часу молился в своем доме и вот встал передо мной муж в светлой одежды и говорит корнилий услышана молитва твоя и милостыни твои мисс твои вспомянулись пред богом и так пошли в иопию и призови симона называемого петром и ибо он гостит в доме кожевника симонова при море он придет и скажет тебе точно спасал я к тебе и ты хорошо сделал что пришел теперь мы все пристаем пред богом чтобы выслушать все что повелено тебе от бога пётр отверз уста и сказал истинно познаю что бог нелицеприятен но во всяком народе боящийся его и поступающий по правде приятен ему он послал сынам израилевым слово благовествую мир через иисуса христа он есть господь всех вы знаете происходившая по всей иудее начиная от галилеи после крещения проповеданного иоанна как бог духом святым и силою помазал иисуса из назарета и он ходил благотворя исцеляя всех обладаемых дьяволом потому что бог был с ним и мы свидетели всего что он сделал в стране иудейской и вирусалиме и что наконец его убили повесив на древе его бог воскресил в третий день и дал ему являться не всему народу но свидетелем пред избранным от бога нам которые с ним ели и пили по воскресенье его из мертвых и он повелел нам проповедовать людям и свидетельствовать что он есть определенный от бога судья живых и мертвых о нем все пророки свидетельствуют что всякий верующий в него получит прощение грехов именем его видите для чего я большие куски читаю хочется мне конечно чтобы кто-то может быть из веганов услышал слова божьи вы знаете как иисус выразился тот кто от его стада тот услышит голос истины да ибо ибо овечка всегда слышит голос пастуха и идет за ним когда петр еще продолжал эту речь дух святой сошел на всех слушавших словом вот я надеюсь может быть на какого-нибудь вегана сойдет сейчас дух святой и он познает истину и верующие из обрезанных пришедшие с петром изумились что дар святого духа и злился и на язычников ибо слышали их говорящих языками и величающих бога тогда петр сказал кто может запретить креститься водой тем которые как и мы получили святого духа и и велел им креститься во имя иисуса христа потому что они просили потом они просили у пробыть у них несколько дней вот такое вот место которое вырывают невеганные пусть и христиане там так называемые трупажоры прежде убийцы животных на думая этим оправдаться то что можно убивать животных поедать их трупы я надеюсь что вы уже видите что это абсолютно не так ну а теперь давайте поговорим более конкретно конечно умный человек вдумчивый человек уже услышал что на самом деле в самом этом месте вот знаете как легко я вот я на чем с чего начал я буду об этом постоянно говорить потому что об этом я в принципе проповедую читаю когда по писанию или в свободе слова говорю пусть когда в свободе слова говорю проповеди я конечно тоже там не прям какие-то места места там огромными кусками цитирую да я точно так конечно там грубая вырываю фразы но я абсолютно понимаю откуда я это взял и как какой смысл там был да но очень часто конечно же особенно люди людям невежественным слабым в слове да вот им вот тыкуют писанием что вот это даже не только темы веганство многих других и других тем касается да это когда в принципе пример что там свободный во христе такой как я бьется с религиозниками по другим там вопросам до духовную войну ведет там тоже самое до вырывает куски кидают думаю что вот они там правы и тебе пытаются там истину донести это абсолютно не так давайте еще раз теперь все что мы прочитали я скажу своим словами ну первое давайте прям по списку первое что мы видим это эпизод как я уже сказал в начале теперь еще раз мы с вами все оформляем у себя в головке это некий великий эпизод величайший эпизод в истории христианства все всего человечества когда истина божья любовь которая явилась во плоти когда-то и из еврейской среды переходит и на язычество да и мы видим оказывается причем обратите внимание это 10 глава книги деяния уже десять глав описаны надо же знать о чем они описаны петр в принципе две основных личностей и таких основных персонажа реальных персонажей которые в этой книге описаны это петр и павел это два известных многим даже людям там не близким христианству или там атеистам знакомы эти имена петр и павел до петра и павла есть такие понятия да и праздники и храмы называют называемые христиане там православные католики и в принципе эта книга разделена на них двоих да то есть до 15 главы мы много видим в основном там петр как главные персонажи этой книги с 15 по 28 то есть вторая половина посвящена практически павлу но есть серединке мужской такой же переходящий момент вот эти два апостола мы и жизнь их по сути то здесь описано да и вот петр до 10 главы там уже тоже нам разные события описаны с того времени как иисус вознесся на небеса оставив свою церковь свою невесту жить так как она будет чувствовать до по духу в сердце своему да мы с вами видим что это я так вам рассказываю то что был до 10 главы что и евреи не ходили к язычникам они лишь ходили пусть и по всей земле пошли ну ходили по синагогам ходили по своим еврейским общинам да они не проповедовали язычников язычникам и не пытались им до благовествовать истину чтобы они тоже стали богами любовью и все попали в небесное царство любви иисуса христа они этого не понимали хотя иисус им иисус их этому учил что он учился что все люди это дама и евы что он есть любовь но они этого не делали и вот этот вот эпизод нам описан как раз когда петр чем самый то скажем почитаемый среди учеников именно ему было откровение дано который в принципе над от христа так и не смог понять но вот в этот момент он все-таки понял да и с этого момента до проповедь христианства истинная любви свободе и вечной жизни переходит и куда к язычникам очень важный момент да то есть мы видим никого воина корнилия сотника ну сотник от звание типа там капитана майора неважно то есть над 100 человеками он был над 100 воинами начальник даму был них не самый плохой человек как мы видим да то есть несмотря на это не святой конечно но в сердце было расположено к истине до много молился на это ладно дело такое вот он творил милостыню то есть любил людей да видимо был очень добрым все равно в миру язычество по крайней мере какая она ему мировоззрение жизнь позволяли то есть мы видим что бог ему открывается да и мы видим всю ситуацию бог говорит вот пошли ну через ангела разговаривать с человеком да пошли там своих подчиненных в некий дом говорит конкретный дом там спроси петра пусть он к тебе придет и расскажет евангелие да заметьте бог не сам рассказывает а делает эти люди чтобы мы именно так проявляли любовь друг другу что происходит когда эти посланные от корнили сотника в дом к некоему тоже там симону до такому же петру ну одно из тоже распространенных ну кифа папа еврейские имя да симон вернее киф тоже это по-гречески симон ну или симеон если хотите там только евреи разберутся как там правильно все произносить вот мы видим что симон посылаю корнили посылают этот военачальник посылает своих подчиненных в дом чтобы найти вот того петра которым ему бог через ангела тоже при молитве сказал да что происходит в этот момент петр в этом доме находится в доме кто-то там готовит кушать пока готовится тем более он же не один пришел мы видим но там целое ну как мы в гости приходим до целое собрание собралось общинка какая-то маленькая петр взошел на дом на крышу дома раньше он плоский крыш тем более на на востоке там дождей то нет он там молится ему господь является слова сосуд тут неправильно немножко такое переведено ужасно в синодальном переводе я все читаю снова по синодальным переводу мне он просто меня с него началось знакомство с библией поэтому мне просто поэтому по сути то ближе так скажем да удобнее уж самому к восприятию ему является полотно но тряпка как хотите покрывала правильный перевода вот в этом покрывали якобы всякие животные естественно петр кто евреи иудеи в частности да можно так его назвать он живет по закону моисеева якобы каких-то животных можно есть каких-то нельзя там все каких можно каких нельзя было по закону моисея есть что ему бог говорит вверх отведение это же нереальные животные это видение надо понимать да ему бог что говорит закали и ешь его труппажоры вырывает эту фразу туда что отвечает петр нет ягод что никогда не ел ничего скверного и нечистого да он тут не принципами любви руководствуется а закона моисеева что бог ему отвечает что ну ангел что бог очистил того ты не почитай нечистым и вот труппажоры до слова аллилуйя богу разрешил нам убивать всех животных пожирать их трупы не это абсолютно не так только оборвав вот здесь это место можно утверждать что бог якобы разрешил убивать животных да и пожирать их трупы теперь в отличие от закона моисеем всех на свете нет это было трижды написанный сосуд опять поднялся на небо когда же петр и что мы знаете очень важно всегда я меня за это очень часто благодарили конечно что и удивляли что действительно я сам прошел этот путь что ты читаешь книгу или как у нас пословица есть в россии у русских по крайней мере видел смотрю в книгу вижу фигу это действительно так и вот этот образ если его приводил самыми вся в голове когда иисус исцелял некого слепого в евангельном описан этот случай что он был не сразу исцелен хотя иисус это мог сделать да а когда это слепой прозревал постепенно да и не сразу видел все весь мир вокруг это очень важно мы в жизни к этому потихоньку приходит но для этого надо трудиться протестантизме труд духовный не очень приветствует там обычно все спасены по вере а дальше ешь перевеселись душа моя но это так вот нужно трудиться нужно читать евангелие там то же самое что считаешь нужно вникать размышлять это очень важно не на скорую руку там по закону я когда-то закон вот эта жизнь по евангелию такой назвал евангельским законом да там сказали в секте одну главу в православии там читать в день но я и читаю я не вдумываюсь ничего чё я там прочитал прочитал и прочитал вместе с молитвами с правилами до утренними там от тарабанил и все или там слушаю еду где-нибудь дороге сам весь в облаках летая там это голова пролетела выплюнул и дальше едешь до подумать что там в одно ухо влетела в другое вылетела и все вот это очень важно вот когда труппажоры не веганы убийцы вот это место вырывают или начинают его толковать ведь ведь вопрос и ответ в самом этом эпизоде есть только не вырывать стихи из контекста смотрите сразу же после этого места идут стихи какие ну или тексты это уже люди поделили на главы стихи для удобства да но ни в коем случае нельзя на этом истину лепить это было трижды сосуд опять поднялся на небо ну покрывало когда же петр недоумевал в себе чтобы значило это видение которое он видел там уже после корнилием расспросив о доме симонов остановились у ворота и крикнули и спросили этого петра когда труппажоры убийцы негодяи вот это вот место игру вырывают останавливаются начинает в него вкладывать что якобы это можно толковать как якобы да здесь теперь бог разрешил все пожирать все убивать всех животных и пожирать их не трупы это абсолютная хула на истину это извращение писания даже того писания которые они сами имеют у себя в руках именно этим писанием они потом будут осуждаться даже в этом эпизоде даже в этом эпизоде они себе как в писании сказано сами себе уголе на голову собирают горящие угли уж они извращают писание смысл писания даже этот эпизод петр сам неудумевает написано сам в себе чтобы значило вам знать все понятно а петру вот непонятно смотрите он видит и у него не приходит первая мысль в голову а пойду сейчас браткам вниз пущусь скажет что там свининку давай все пошло поехало там всю нечистую пищу какую по закону моисеев был запрещено давай там всех змей коршунов да и пошло поехало а уж свининку всю жизнь мечтали до зарубить и похавать нет мы не видим такого мы видим что написано прямо когда же петр недоумевал в себе чтобы значило это видение вот вам вопрос вопрос религиозным не веганом убийцам трупажором вот вам вопрос в писании прямо поставлен вопрос что же действительно на этом не закончена вы вырываете стихи что бог очистил то ты не почитание не нечистым заколи ешь нет петр думает он он не говорит что да ну как я уже все сказала картину как всегда очень люблю ярко красочно расписать надеюсь у вас фантазия тоже хорошо разве на развитые можете этот диафильм своей голове прокрутить какой пётр радостный в прискоке скачет к братьям и говорит а пошли давай на базар или сейчас рубить эту свинью там наверняка в каком соседнем дворе у язычника есть и хоть свинюшки попробуем что же там сальст попробуем да мы не видим этого в писании разве петр сделал выводы которые делают вот все все религиозники трупажор не веганы убийцы которые вот проповедуют что можно там убивать животных всех подряд теперь нет нет мы видим вопрос поставлен ответ будет дан или веган христалю будет туда думать или вам трупажором дано дано в писании свобода толковать этот эпизод нет нет мы прокручиваем и что мы видим что мы видим приходит еще заметьте здесь ли симон прям пока дальше читаем да когда же петр не дуевал в себе чтобы значил видение которую он видел вот мужей постной корнилием расспросив о доме симона устра остановился ворот и крикну спросили здесь ли симон называемый петром между тем как петр размышлял о видении еще раз сказано он размышляет заметьте очень важный момент я еще раз это показываю очень странно давайте дальше дочитаем размышляли дух сказал ему вот три человека ищут тебя встань сойди и иди с ними и немало не сомневаясь ибо я послал их еще раз обращать видите как я да можно было за две секунды троллик сказать я кто знает и специально так делаю чтобы людей не оставалось никаких конечно кто-то не дослушает до этого момента и не дослушает дальше именно потому что он хочет оставаться злодеем его зло тянет его тьма до зажала со всех сторон но у кого хоть есть какой-то лучик света тот кто видит этот цвет в конце туннеля пойдет дальше и познает истину заметьте еще раз вчитать вчитывайтесь я вас просто на этих примерах учу чтобы вы понимали особенно кто люди изучают библию чтобы они на этом примере очередной раз может случайно попав на это видео оно не осталось для них тщетным они много пользы из него вынесли смотрите как мы вчитываемся мы раз это прочитали дальше между тем как петр размышлял о видении то есть он не понимает дух святой сказал ну что ты не понимаешь ну иди вон видишь свинья берешь нож режешь и браткам своим приносишь и вы там я вам дал до радость трупожорство чтобы теперь горта на бесе и и брюхо ваша вашим брю вашим богом стала чрево да ну разве дух что богу стоило рассказать петру что это вот он ему говорит пойти свинью зарезать но дух святой напрягается и говорит ему о чем ведет его к этому заметьте бог хочет что человек сам дошел до этого бог дает петру видению что же он прямо не сказал что все теперь можно все убить и сажать вообще сейчас мы к этому в концовке подойдем вообще этот эпизод о еде нет нет петр не размышлял сидя на этой крыше слушай как бы свинюшку сажать как вот мы сей напряг нас с этим законом до ребятка там что-то готовится внизу он вот на крышу забрался где один может побыть и размышляет о высоком да как бы свинюшку зарезать ну что ж вот закон моисея вот стал поперек горла смотреть что только не бегает да он по по двору по улице вот разве в этом здесь написано разве разве петр вообще о еде размышлял хотя написано было что он взалкал ну естественно люди пришли с дороги внизу там что-то готовит суетятся мы видим да вы же не забывайте о том что мы только что прочитали петр конечно же написано взалкал да и мы тоже есть захотелось и бог дал ему и внятный пример внятный пример взяв это событие за основание но речь разве о еде чем вообще закончилась мы с вами прочитали всю целиковую главу разве до закончилась пирушкой у корнили более того он сказал слушай да ты не только с твоими братками у вас свинюшки нет вы иудеи вы своих не держите я сейчас корнилия сотника придут от него слуги ты иди с ним там такая пирушка будет там чуть только не будет и свинюшки я говорю и и все там все все нечистые которые даже перечислять не будут кто там по закону моисеева там кого только нету и орлята и гусята да и телята но это я так образно да я даже всех там не помню не суть важно разве об этом речь разве этим заканчивается этот эпизод нет читаем внимательно еще раз дух святой учит ему что ему надо будет встать главное этому дух тратит свое время так скажем да бог чтобы петру разъяснить вот люди придут на две секунды сказал бы вот это это вот те свинью на зарядку такой тупой не понимаешь ну разве в этом так было сказано нет сейчас самое самое всегда будет самая вот знаете такая . жирная поставлена в этом вопросе трупожором петр садя к людям так пришли за ними корнили они рассказывают петр их приглашает угощает что они там наготовили да мы видим и что происходит дальше в следующий день пришли они в кесарию корнили же ожидал их созна созвав родственников своих и близких друзей когда петр входил корнили встретил его поклонился пав ногам и встанет человек ну и и беседу с ним вы знаете что это нечистый я зря до прерывать давайте еще раз повторение мать учения как говорит давайте уже читать папа по ходу просто перес моим комментариями я хотел мало ли кто-то вообще никогда этого не читал подмету раз вам без комментариев прочел и близких друзей когда петр входил корнили встретил его и поклонился пав к ногам его петр же поднял его говорят встань я такой же человек и беседуя с ним вошел в дом и нашел многих собравшись и что он им сказал вот за это время как ему было видение и до времени когда он пришел и уже его пригласили уже он стоит все его слушают вот за это время понял петр что хотел ему донести господь понял понял о чем же речь идет о том что теперь можно убивать всех животных и пожать их трубы нет ответ на вопрос самого петра о том что же значило это видение каков вы знаете внимательно и им сейчас пел им сейчас петр будет горит то что он понял из этого видения вы знаете что иудею в избране но сообщаться или сближаться с иноплеменником но мне бог открыл слушайте мне надо добавлять сюда слова введение только что до вчера это было вчера мы видим они переночевали покушали на следующий день отправились да не надо добавлять или вы сами можете добавить это кто-то писал всяк упустил это слово так скажем или нам вообще там не разжевал и в рот положил не знаете что мы такие тупые не должны этого понимать мы же можем ну если уж мы такие тупые то добавлять тогда слова что мне бог открыл вчера видение чтобы я не почитал ни одного человека скверным или нечистым потому я будучи позван и пришел беспрекословно и и и и так спрашивают до какого дела вы меня позвали петр бы не пошел бы никогда с иудеем своим племенником но даже здесь еще не понимает зачем вы позвали все что бог ему открыл так как иудеем то считаешь как у них закон был моисеева там а поедание чистой и нечистой пищи не ради там любви не любви кошечек собачка может точно так же как у язычников возьмите ту же самую россии до кошечка собачка это ты что это нельзя убивать а вот свинюшку можно ну а пожалуйста на востоке и кошечку собачкой можно никак тоже сколько говоришь вот тупые понять не мог от отчет собачку с кошечкой делила как чем она от свиньи то отличается да ничем ровным счетом вообще ничем вот в китае то же самое скажу да ничем но по закону моисея не так жили по закону моисея они не общались иноплеменниками хотя иисус спокойно общался с любыми язычниками с теми же самыми римлянами с теми же самыми там вы помните с женщинами этими разными иноплеменными да а им было запрещено петр бы просто не пошел вот у нас только был законником хотя иисус их этому учил и спокойно общался вы знаете что иудею возбранено по закону моисея давайте вам тогда буду все слова добавлять если вы между строк читать не умеете вы знаете что иудею по закону моисеева запрещено сообщаться общаться или сближаться вообще с иноплеменником но мне бог вчера введение а чистых и нечистых животных открыл через видение чтобы я не почитал точно так же как животные до ни одного человека скверным или нечистым вот что было в этом видении все ничего больше этим видением бог петру показал что как животных не наделить там на чистых нечистых то считаешь как и людей до наоборот очередным видением бог пытался петру кстати насчет того же самого вегас показать да что нет никаких там чистых или нечистых да все чистые все чистые как и все люди достойны познания истины все животные чистые там конечно обратно как вся смысл до вершин там не ели нечистых да ну точно так же как и здесь не общались нечистыми но это не значит есть надо чистых видение было абсолютно не об этом абсолютно не об этом это очень важно понимать из этого места в писании мы никак не можем сделать вывод и найти себе оправдание что вот теперь можно убивать всех животных разве в этом был смысл нет да для себя вы можете найти оправдание опять даже вот хотя ну смотри то людей делили на чистых или нечистых да и животных да и с нечистыми не общались а теперь с нечистыми как бы можно общаться ну хотя вот именно смысл-то в том что нет нечистых они с нечистыми теперь можно общаться вот задумайтесь опять в глубину тогда конечно параллельно может сказать о тогда и животных нечистых просто можно есть а дело не не в не не чистых а в том что они чистые они все хорошие а разве можно убивать хороших животных нет да там вообще это закон мы сеем тоже дурь человеческая и там вот именно нечистое животное как раз не елась получается получается если все чисты всех можно есть но это не так потому что в раю были все это лишь моисей их поделил на чистые нечистые в раю все были чистым и всех нельзя было есть наоборот поэтому вы конечно делаете выводы из дурацкого закона моисея который был бесноватым наполовину до убивание только животных но и людей всех налево и направо да бог открывался мы все открывался точно так же как и мухаммед открывался до открывался на том уровне на каком он сам был все пытаясь его возвести на высшую степи ступени восходил мы сенье это было очень жестокосердным безжалостным человеком люби ближнего ненавидь врага своего весь его предел был об этом иисус прямо и говорил люби ближе ненавидь врага своего это любовь ближним какая была веточки собрал в субботу голову отрезали да вот так вот так что разве это можно вообще можно вообще жить по законам миссии можно это все сюда все приплетать не даже этот эпизод рассматривая можно все это делать нет по поводу того что как происходит все это крещение очень тоже важно об этом сказать это так тем кто уже религиозники они это поймут не поймут они хотя бы понимают о чем я просто говорю это да когда читал деяния во первых самой книги я изначально кто смотрел уже со мной чтение кто нет можете посмотреть на канале христолюб чтение библии иных писаний я не вся библия затем зачитана в том числе книг деяния я начал ее читать вот с такого вот предислоев которыми сказал что читая эту книгу в отличие от того же сам евангелие хотя к нему тоже есть претензии но книгу деяний мы будем вас рассматривать с особым пристрастием и как иисус нас научил все что доброе все 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 всю пшеницу мы будем собираться в сокровищную сердце его все чему доброму она учит все что мы будем видеть зло или плохое в делах или словах описанных книги деяния мы будем наоборот учиться тому чему делать не надо будем видеть где-то и путь их возрастания где-то путь их не падение там ногчев книг деяния написано из чего можно изедаться о хорошем и плохом это так прямо сказала что естественно как религиознику библии назвали там истинный словом божьим все что написано пытаются что-то там подогнать под под истину хотя там прямо зло порой описано нет будет вот извращать там все это как-то лепить пытать горбатого да якобы там что вот да они изначально все петр там святые павел все что они сказали делали все свет это абсолютно не так если вы положите это фундамент своей жизни просто ошибетесь и окажетесь там где не очень хорошо оказаться каждом в аду это очень важно понимать я про крещение говорил что мы видим даже сегодня прочитав кто по свеженькому да что дух святой сходит не от того что как в воде креститься от того что он слышит голос божий слышит голос истины и принимает его и решается в сердце свое покаяться во всех злодеяниях и вести праведную святую жизнь вот когда дух святой сходит на человека без всяких водных крещений но петр будучи недалеким человеком совершенно недалеким живущим то считаешь как и павел по закону моисеева вообще все первые ученики христа особенно иудеи все эти до живущие по закону моисеева как и павел фарисеев фарисеев они так и не смогли отлепиться до конца от этого закона это из книги деяний их посланий очевидно любому кто их внимательно читает они так и не смогли отлепиться я тогда когда это место как крещение у меня есть отдельно ролики вот на этом канале проповеди пьющего в пустыне вегана христолюбцы да есть пожалуйста найдите плейлист о крещении там есть эти видео где я по крещению кого интересно все едет показываю и игру здесь вот одно слово только надо добавить в речь петра кто может запретить креститься водой тем которые как и мы получили святого духа игру замените вот это кто может зачем креститься водою одним словом зачем мне хочется петру сказать вопросить к нему зачем креститься водой тем кто как и мы получили дух святого они уже получили зачем им креститься воде абсолютно незачем зачем жить по закону моисеева да в которому куча зла до тем кто получил дух святого кто познал евангелие познал что бог есть любовь свобода и вечная жизнь вот объясните мне как я говорю дураку вроде бы как фильме нормальному человеку здоровому да вот так вот мои дорогие такой такой вот эпизод можно отсюда вырвать нет нет абсолютно опять нет взять это место из книги деяний да и это чтобы не становиться веганом не попасть в рай в котором мир был создан веганским и первая заповедь человеку и единство было дана любви ко всему божьему творению над всем что было создано бог человеку как царю своему образу и подобию богу дана была власть какая господствует что значит господствует заботиться любить потому что господь наш есть бог а он есть любовь и в пищу человеку было дано весь растительный мир никаких животных убивать животных никакая речь не шла именно убийство животного и было первым грехом прародители адама и его вот и все поэтому все это конечно все это трупожорские отговорки оправдание лишь бы какое-то место вырвать да а что ж петр будет в аду да какая вам разница где будет петр да когда петр с иоанном шли за иисусом воскресшим там и беседовали и петр там спросил а чего он с этим иоанном то что иисус сказал петру как он закончит свою земную жизнь он тебе чё до него ты на себя смотри да как сам идешь вот мне сюда хоть сказать вы на себя посмотрите вы думаете вы оправдаетесь чужими грехами петр будет там где он будет он еще не раз перевоплотиться на этой земле и павел и прочие там те же самые апостолы бог есть любовь и пока каждый не достигнет совершенства познания истины о любви никакой небесное царство никогда не войдет конечно обмануть себя очень легко придумать себе удобную сказку учение о том что вот ну вот они грешили я бы так что вот так вот это очень важно все понимать все эти моменты следующее видео но так и из книги я не будем своим рассматривать ну 15 и 21 глава там 15 этот собор так называемый апостолов и пресвитеров то есть начальствующих вот всех этих до учеников христовых ну и просто там повторяется дубляжом фразам в 21 главе где ну опять они уже павел там возвращается в общем собор я его назвал не ваш там два места мы все разберем сразу в одном потому что они взаимосвязаны 15 и 21 глава ну 15 как собор вот я вам рекомендую еще внимательно и обязательно после этого ролика посмотреть вот это следующее видео кто вас на экране будет названа не веганы ибо апостолы и пресвитеры запрещали есть тоже только удавлены все остальное можно там мы еще раз об этом поговорим там мы увидим опять их уровень мы опять увидим что они не так и не смогли отвалиться даже от закона моисеева там будет это прямо опять показано особенно не в 15 а именно в 21 главе и об одном и том же там речь будет идти мы с вами опять увидим этих этих законников ветхого потом еще и нового завета вот им тоже они вам что придумывают еще и в новом это все узаканивает все по плоти все вот это плотское внешне до господствует все время апостолы недалеко ушли тот самый павел у него куча косяков было это очень важный момент очень важно так все понимать на этом у меня все такое вот видео такой вот ответ на это место где как видите кратко я не умею но зато тот кто захочет познать истину увидит это пошли на этом все я с вами прощаюсь до встречи следующем видео кому нравятся эти видео кто себя находит ответы на вопросы лепите лайки пишите ваши комментарии задавайте вопросы но и делитесь этими роликами на своих ресурсах своих соц сетях а а а а а а а а Субтитры создавал DimaTorzok